Рост потока гостей, средней загрузки отелей, а также валового регионального продукта туристической отрасли. Эти и многие другие темы обсудили на пресс-завтраке, прошедшем в столице Верхней Волжи. На 57% вырос валовый региональный продукт туристической отрасли Верхней Волжи в минувшем году и составил 20 миллиардов 200 миллионов рублей. Соответственно, увеличилось и количество гостей нашего региона. Если говорить, то в целом про туристический поток в Тверскую область, он на самом деле увеличился, составил 2,9 миллионов человек. При этом это данные по размещенным гостям, средствах размещения. И если говорить по данным сотовых операторов, без значёвки нас посетило не менее 5,5 миллионов человек в 2023 году. Сейчас к услугам гостей Верхней Волжи 173 музея и культурных центра, а также 56 агротуристических фирм. Экскурсии по Тверской земле проводят 210 аттестованных гидов. В регионе работают 318 отелей, кемпингов и глэмпингов. Многим из них, благодаря поддержке федеральных и региональных властей, удалось обновить свою материальную базу. Впервые за счёт федеральных средств 107 предпринимателей Тверской области смогли обновить пляжи, закупить новое оборудование для проката. Средний возраст туриста, посетившего Верхнюю Волжу в прошлом году, составил от 35 до 44 лет. Продолжительность поездки 1-2 дня. Обычно к нам приезжают семьями. Что касается планов на наступивший год, то в регионе должно открыться ещё 5 объектов размещения. Таким образом, с учётом ныне действующих, их число в Тверской области составит 325. Кстати, рабочий завтрак проходил в одном из них — отеле «Пушкин», бывший оснабрюк. Варианты были, например, Лемешев, Дементьев, Салтыков-Щедрин, Крылов. То есть тоже было множество вариантов. В результате голосования всё-таки безусловным лидером стал Пушкин, великий русский поэт, который внёс большой вклад в историю культуры и был связан с нашим Тверским краем, с нашей Тверью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!